И всем привет, с вами снова я, Лазер, и сегодня я бы хотел показать нашу переписку с очень отдаленным Роблоксером, если так можно его назвать. Ну вообще, с чего все началось? Во-первых, как вы все знаете, я выставил на Авито объявление, сейчас даже его покажу на секундочку, где оно, где оно, где оно, сейчас я его найду, секунду, вот, бесплатные пэты, то что я их буду всем раздавать на стриме и так далее. Кстати, картинку желательно надо бы обновить, потому что пэты там уже изменились, но я вам пока не скажу, какие, потом узнаете. Так вот, пишут мне достаточно разные люди по поводу этого объявления, есть вот такие, которые просто сразу пишут, дайте мне пэта, пожалуйста, или что-то в этом роде, даже без здравствуйте и так далее. Есть вот такие, которые пишут, ну, здравствуйте, как все подобающее, вернее, то что такие они хорошие, добрые и так далее. Ну, а есть вот такие люди, которым вообще по барабану на всех, они просто хотят пэтов и все, прям всех пэтов подчистую забрать. Ну, это вообще, конечно, отдельный вид искусства. Но эта история прям о полнейшем отдаленном человеке, если его так можно назвать. Я просто не хочу говорить грубо, потому что я не люблю такую лексику и так далее. Так вот, давайте сейчас я вообще покажу нашу переписку, и если вам прям видео понравится, досмотрите его, пожалуйста, полностью. То есть, ну, просто посмотрите его хотя бы чуть-чуть. То есть, о чем вообще эта переписка? Мне пишут, а есть что-нибудь бесплатно? Ну, отправляет сообщение мой робот и так далее. Я напишу, здравствуйте, ну да, конечно, все эти пэты бесплатные, я буду всем раздавать пэтов и так далее. Да, изначально мне вот, смотрите, писали 7 сентября, 7 сентября это суббота, я планировал действительно стрим на прошлой неделе провести и подготовить там прям реально много пэтов. То есть, хотя бы там около 80, ну, что-то в этом роде провести такую крупную раздачу, раздачу, вернее, потому что я, ну, давно стримы не проводил уже, это неделю, и хотел провести стрим. Но у меня не получилось, к сожалению, поэтому, ну, вот, я даже не писал об этом в сообществе, потому что у меня не получилось. Дальше мне пишут, добавьте меня в друзья, я написал, что я всех добавлю на стриме, хорошо, добавьте меня, пожалуйста, сейчас, просто потом я вас не услышу. Я так и не понял, о чем это была речь, типа не услышу на стриме, что ли, не услышат, ведь я буду всем и так раздавать пэтов, ну, как бы, я буду об этом говорить, как можно меня не услышать, неужели на беззвучке она там будет все это слушать. Ну, ладно, я также написал, что я сейчас не дома, компьютер у меня далеко и так далее. Дальше пошла переписка, седьмой дня можно, я же написал вам, добавлю на стриме, я все равно этого не забуду, поскольку вас увижу в чате. Потом мне пишут, когда стрим, я напишу сообщение в сообществе, всем подписчикам придет уведомление. И потом мне предлагают написать ватсап, это вообще что-то с чем-то, потому что, почему нельзя, почему она не упомянула, вернее, авито, а именно ватсап, это вообще что-то с чем-то. Так вот, я написал, написать конкретно вам ватсап я не могу, потому что, ну, потому что я не могу, потому что все такое. Дальше я написал, все хотят, чтобы я написал сообщение персонально, но вас же, с одной стороны, много, я один, я не смогу всех оповестить в авито. И вот моего преданного подписчика Алексея, который мне он постоянно пишет в дискорде, чтобы я его оповестил, ну, о стриме, я не могу этого сделать, потому что я забываю постоянно. Вот извини, пожалуйста, если ты смотришь это видео, ну, то есть, пожалуйста, следи, если что, за сообществом, то есть так будет проще, наверное, для всех. Но я также, также мне написали, ну, пожалуйста, мне очень надо попасть на стрим, я написал, я понимаю, что все это тогда, ну, что просто подпишитесь, и тогда вам будет просто проще, так сказать, отследить сообщество. Дальше мне пишут, мне 8, какие мошенники. Тут вообще диалог про мошенников еще пошел, если хотите, можете почитать. Ну, я это пока просто пролистну, потому что достаточно, ну, не прям эпичная тема, потому что все дальше-дальше впереди. Так вот, ну, дальше можете просто почитать это на паузе, а мы пойдем чуть подальше. Дальше мне пишут бесплатно, какой у вас никнейм, и дальше я написал, что у меня в этот момент, когда мне написали, у меня было всего свободных 10 минут, и я не смог, в принципе, ни зайти в игру, ни провести стрим, ну, вы меня знаете, вот так вот. Дальше мне написали, копируйте скин, пожалуйста, я отправил все-таки ей свой скин, когда у меня было мало времени, когда я хотел снять видео. Как раз-таки это видео я снял про конкурс на дракона, вот у меня было чуть-чуть свободных 10 минут, я снял конкурс про дракона. Вот так вот. Дальше мы идем, какой ютуб-канал, я написал ютуб-канал, потом мне пишут, до свидания, все хорошо. Потом мне пишут снова, извините, вы меня не добавили, я снова повторил свое сообщение, что у меня было всего 10 минут свободных, и я не смог это больше никак сделать, потому что, ну, я был занят, вот так вот. Почему уже прошло много времени, я написал, что я до 22.30 занят, ну, действительно, я то работаю, то учусь, то есть у меня такой распространенный график, у меня очень мало свободного времени, к сожалению, вот так. Дальше мне написали, ну, можно быстро, трейд, один фрост, и все. Вот это вообще, кстати, не понял прикола, почему она резко решила предложить мне трейд, но я написал, я не могу сейчас зайти в игру, я сейчас делаю проект, и я не трейджусь. То есть мне написали, почему, я написал, потому что, ну, как я отвечу на этот вопрос, если мне написали, почему. То есть я бы хотел, конечно, писать целую историю, почему, потому что я не люблю трейдиться, я не умею трейдиться, просто я не понимаю ничего в трейдах, чтобы, ну, как бы, блин, как бы сказать. Я не понимаю особо ничего в трейдах, потому что я не знаю ценности предметов. Я спрашиваю все у поставщика. Раньше, когда-то давно я трейдился, я получил конфетную пушку, раньше я в этом что-то понимал. Ну, и цены были, соответственно, на животах совсем другие. Не то, что сейчас там шадо по 9 тысяч и так далее. У меня дальше я написал, нет перемена, написали мне, когда перерыв, я написал, я на метро только поеду домой в 22.30 и так далее. Дальше мне написали, сегодня можно, я написал, что сегодня, пэтов и в друзья добавить. То есть, я так понимаю, сразу решили предложить стрим провести, но я и написал, пэтов я буду выдавать на стриме, я напишу в сообществе, будет сегодня стрим или нет, а в друзья я вас так и так на стриме добавлю. Почему мы эту тему постоянно обсуждаем? Серьезно, мы эту тему уже, наверное, раз в 5 обсуждали. Вот можете полистать, как бы, это видео назад и посмотреть, сколько мы эту тему обсуждали. Мне просто самому даже интересно. Так вот, да, давайте сегодня стрим, прямо сейчас. Вообще нормально, прямо сейчас, вот прям садить за компьютер, запускать стрим только для одной лианы и раздавая там абсолютно всех пэтов. Вообще, нормальная тема, в принципе. Я также написал, начнем с того, что я сейчас в университете, как я буду прямо на паре проводить стрим. И так-то стрим не только для вас. Ну, серьезно, как бы, как я, на данный момент я находился в университете, сейчас я на секунду проехал домой, чтобы взять кое-какие вещи, потом обратно вернуться в университет. То есть, вот так вот. Теперь мне дальше пишут. Вы что-то уже долго стриме снимаете? Я написал ей. Ну, потому что я ухожу рано и возвращаюсь поздно. Почти у всех моих подписчиков такая ситуация. Ну, серьезно, как бы, по-моему, мне кажется, почти у всех вас такая же ситуация. То есть, вы рано уходите и поздно возвращаетесь. К сожалению, мне кажется, у всех так, мне кажется. Так вот. И потом мне пишут. Да, вы даже не можете снять видео. И поэтому я уже, блин. И потом, вернее, я уже начинаю писать прям полное оправдание. Но видео я могу снять сам, без разговора с подписчиками. То есть, я его действительно снял. Это конкурс на дракона. Например, снял же видео с конкурсом на ФРП. И мне также написали. Сегодня вы будете снимать когда-нибудь? То есть, интересно. Вообще, конечно, так написали. Сегодня когда-нибудь. Ну, может, во сколько надо было, конечно, написать. Ну, ладно, ничего страшного. Не будем придираться к словам. Ладно. Я написал. Но я снял уже видео с конкурсом. Сегодня, если будет возможность, еще сниму. То есть, я не знаю, будет ли сегодня еще видео или нет. Но я постараюсь, может, снять какую-нибудь там нарезку трейдов или что-то в этом роде. Дальше мне пишут. Но вы мне не дали же этого пэта, флайрайт. И это вообще уже класс полный пошел. Почему? Потому что я снял видео с конкурсом для всех. Но эта Лианочка хочет, чтобы конкурс был только для нее. И дальше я пишу. Ну, а почему я должен сразу давать именно вам? Ведь таких пэтов я не раздаю на стриме пока что. Они эксклюзивны для конкурсов. Все хотят принять участие. Но вот правда, к сожалению, я таких пэтов почти не раздаю. То есть, у меня был, получается, один такой пэт на Новый год. Это, по-моему, флайрайт Китсуни. Вот ее я раздал кому-то. Вроде бы, если я, конечно, не... Ну, примерно припоминаю. То есть, где-то вот такая вот ситуация у нас была. Кстати, я написал. Вы, кстати, вообще свой никнейм под видео написали, чтобы принять участие? Не, ну, логично, кстати, чтобы принять в конкурсе участие, нужно написать никнейм. Также я написал... Мне написали, вернее. Как это сделать? Скажите мне. Это вообще классный разговор вообще. Дальше идет. Но вам нужно зайти на видео и оставить комментарий под ним. То есть, самый банальный ответ я написал. Ну, вот, что еще остается? Нет у меня аккаунта с этим написать. Как сделать? Дальше я написал. Но рекомендую создать, чтобы вы могли... Рекомендую, вернее, создать, как же вы будете разговаривать на стриме. То есть, без аккаунта это, в принципе, невозможно. Можно, конечно, писать в Авито, но в Авито я не смогу отвечать во время стримов. То есть, вы... Если вы были на моих стримах, вы видели, какие я делал паузы, чтобы написать людям в Авито, а потом вернуться к вам. То есть, это катастрофически неудобно. Вот прям серьезно говорю. Дальше написал. Без аккаунта вы не сможете там отправить сообщение. Мне пишут. Я не умею. Дальше мне написал. Ну, попросите кого-нибудь, чтобы вам создали. Потому что я не смогу и говорить на стриме, и отправить сообщение вам тут. Ну, как я уже сказал, это, правда, сложно. Дальше. Тоже не могу. Просто вы скажите. То есть, как я должен сказать, как сказать аккаунт или как создать аккаунт, я не понимаю. Как объяснить это человеку. Если она в Авито создала аккаунт, значит, и на Ютубе, возможно, может создать аккаунт. Потому что на Авито создать его еще проще, чем на Ютубе. Ведь тут нужно указывать телефон, смс-код и так далее. А там просто рандомную почту пишешь и все. Но это вообще, конечно, полный цирк. Я не знаю уже, как дальше это все комментировать. Дальше мне пишут, да я вам где-то уже год пишу, хотя писали на деле 4 дня назад. Я имею в виду, дальше отправляю ей сообщение, что я не могу и говорить во время прямого эфира, и отправить вам сообщение. Мне начать придется делать паузы, как я сказал это ранее. Дальше мне отправила первое сообщение 7 сентября, а сейчас 11. Дальше. Я знаю молодой человек. Дальше я отвечаю, но это ведь не год, а 4 дня всего лишь. Как вам, дальше мне пишут, я знаю, как вам объяснить то, что мне надо. Что ей надо, я так и сам не понимаю. То она хочет стрим, то она хочет пэта, то еще она что-то хочет. Я вообще запутался с этим человеком колоссально. Я вообще не понимаю, чего она хочет. Дальше я написал. Бывают моменты, когда я неделями не могу стримить. Ну, например, у меня все лето это было, потому что я работал, и я не смог стримить, потому что у меня не было ноутбука. Дальше мне пишут. Все, вы меня очень-очень разозлили. Я на вас жалобу кидаю и в ютубе, и на авито. До свидания, всего доброго. Опять же, как она может кинуть жалобу, если у нее нет аккаунта на ютубе? И как она может кинуть жалобу в авито, если она не понимает, чего она хочет? Вот как можно с этим человеком разговаривать? Дальше. Я ей отвечаю. А чем я вас разозлил? Ведь я с вами очень вежливо общаюсь. Объясняю причины. Дальше мне пишут. Вы не можете даже видео снять. Я с вами уже 4 дня общаюсь. Я ей отправляю сообщение. Вот смотрите. А, нет. Ну да. Где я не могу снять видео? 17 часов назад выложил видео про конкурс. Ну вот же, правда, видео. 17 часов назад. И мне даже пишут. Это видео, которое я от вас жду. Я так и написал. Ну так оно и вышло вчера. А, я же написал вам уже несколько раз. Дальше я отвечаю. Хорошо, покажите мне, пожалуйста, сообщение, где я вам нагрубил. Я могу извиниться. Потому что я не люблю никогда никому грубить. То есть, ну я такой человек. Извините. Так вот. Хорошо. Все сообщения написали мне очень грубо. Я не могу так отвечать. И еще потому, что я долго жду вашего видео. Где я ей грубо написал за все наши сообщения? Вот это вообще понять не могу. Это настолько смешная ситуация, что кошмары. Дальше написал. Ну где я вам написал грубо? Покажите мне, пожалуйста, скриншот. Если в каждом сообщении я писал вам знак улыбки. Какая же это грубость? Вот именно. Дальше мне пишут. Я не вашего видео жду. А этого. Что вы хотите на Авито написано? Я вообще уже просто с ума схожу с этого человека. Что она от меня хочет? То она хочет пэта. То она хочет видео. То она хочет стрим. Она опять пишет про видео. Я написал, что видео я выложил уже. Что она дальше хочет? Стрим я напишу. Про стрим я напишу в сообществе, когда он будет. Дальше. И меня уже просто крышу сносит. Я пишу ей. Да ёперный театр. Я уже объясняю вам, что снял это видео, которое вы от меня ждете. Оно на канале. Вам нужно просто написать свой никнейм и принять там участие. Дальше мне пишут бесплатные пэты. Дальше. Так. Вот. И после этого сообщения, где меня уже крышу снесло, она пишет. Вот грубость, как вы и говорили. Я уже не знаю. Это ужас. Я даже сейчас это читаю. Мне вообще крышу сносят до сих пор. Так вот. Я даже ей пишу. Это не грубость даже. Это юмористическое слово. В интернете посмотрите это слово, если мне не верите. И дальше вообще класс идет. Просто дайте мне любого RFRE. MPR, NFR. Пэта без видео. Вообще норм. Просто. Человек настолько обнаглел, что хочет просто самого дорогого пэта. Просто так. Я уже даже пишу. С какой стати я вам должен его давать без участия на стриме? Вы же понимаете, что все хотят. Ну кстати, тут я ошибочку небольшую совершил. Вы же понимаете, что все хотят такого пэта, но у меня нету столько денег на всех, поэтому я провожу конкурсы и раздачи. И дальше напишу, пишу вернее, вы же понимаете, что все хотят получить себе крутого пэта просто так. Но я ведь не женяша, чтобы каждому раздавать пэтов просто так. Не, ну серьезно, ребят, я же не популярный блогер, чтобы такими вещами заниматься. И более того, мне YouTube еще ограничил кучу возможностей, чтобы выкладывать видео. Мои видео попросту не попадают в рекомендации. Вот такие вот у меня проблемы. Дальше мне пишут, вот тут где написано про YouTube? Я дальше отвечаю, я это вам сказал, что они для YouTube. Прежде чем обращать внимание на объявление, желательно спросить у человека, который выложил это объявление. И какие там условия. Дальше мне пишут, сейчас я посмотрю, если там это написано, везде жалобы по дамблажам. Я перный театр. В объяснении не написано ничего про YouTube. Это я вам сказал, я повторяюсь. Я уже написал вам, что помимо того, что написано в объявлении, нужно уточнять у человека, который выставил это объявление. Мне отвечают, объясните, где тут написано подписаться. И тут же я и... Боже мой, боже мой, господи. Я вообще вам не говорил про подписку. Начнем с того, начнем с этого. Я вам говорил только про стрим. Мне отвечают, да не написано тут ничего про стрим. Вы меня разыгрываете. Боже мой. Боже мой. Я не знаю, как вам все объяснить. Вы меня либо не слушаете, либо не хотите слушать. В общем, давайте остановимся на том, что я скоро проведу стрим и напишу вам об этом. Все. Об этом в сообществе. Хорошо. Просто этот диалог превращается уже в какой-то цирк. Да не написано это на Авида. Я не про ваш стрим вообще. Я человек, который просто даже не знал про ваш стрим. Я вообще на ваш любимый стрим в вашей голове, извините, не знал. Я написал. Ну правильно, вы не знали про мой стрим. Вы написали по поводу бесплатных петов. Я вам написал, что они будут раздаваться на стриме. Вы написали, когда стрим или что-то в этом роде. Просто я уже не помню. Извините. Я написал вам, что напишу в сообществе канала. Всем подписчикам придет уведомление. Но опять же, я не заставлял вас подписываться. Это просто рекомендация. Вам же никто не запрещает просто заходить на YouTube и следить за сообществом. В общем, диалог полная жесть. Ребят, если вы посмеялись, просто поставьте лайк. Потому что у меня уже просто крышу сносило с этого разговора. Это такая редкостная жесть, что просто кошмар. Фух. Ужас. Ужас. Просто ужас. Фух. Ладненько, ребят. Все. Я завершаю это видео. Я пошел дальше на свои занятия. Всем, кому оно понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Лазер. Всем бай-бай, ребята.